друзья всем привет и в этом видео будем с вами говорить про солнце в знаке зодиака весы потому что нахождение в этом знаке считается самым некомфортным для солнца и поговорим про его особенности проявления гороскопов мужчин девушек деток карьере и в личной жизни и если вам сложно дается сопоставление соединения функций планеты со знаком зодиака то это видео будет для вас однозначно полезным а это канал astro guide твой проводник мир астрологии простым и современным языком я его ведущий александра ващилка поехали и так весы это седьмой знак зодиака символом которого является естественно весы которые отражают баланс и гармонию в жизни человека и весы стремятся создать равновесие во всех сферах своей жизни солнце это огонь а весы это воздушный знак стихия огонь и весы дружественные стихии которые гармонично могут дополнять друг друга да то есть воздух у нас поддерживает огонь дает ему разогреться огонь согревает воздух но солнце в знаке весов находится в падении почему потому что солнце это про нашу личность про нашу индивидуальность ну можно сказать раздутая эго да и вообще это способности себя показать а весы это партнерский знак и тут нет места проявлению своего эгоизма тут речь идет про долгосрочное партнерское взаимоотношение поэтому порой придется как бы свое эго задвинуть куда подальше и идти на компромисс ради партнеров из-за чего собственно функции солнца не могут проявиться сполна потому что благополучие партнера и аудитории выходит все-таки на первый план но так как наша с вами задача все-таки научиться давать описательную характеристику то мы будем накладывать трактовку весов на функции солнца и первое что надо сказать когда солнце находится в весах она добавляет человеку все-таки качество дипломатии баланса до сильного стремления гармонии в целом и при таком положении человек придает очень большое значение отношениям партнерство справедливости такими людьми движет сильная потребность в равновесии гармонии как в личной жизни так и в профессиональной среде и вообще в окружающей его среде им не нужны качели и они всегда пытаются сглаживать разного рода углы для людей с таким положением характерна общительность они все-таки облажен обладают вот этим врожденным обаянием и грацией которые привлекают к ним других людей и они ведут себя с определенной элегантностью которую вот трудно игнорировать в них очень хороший вкус и они умеют ценить красоту и это по сути прирожденные светские люди и умелые собеседники то что опять же делает их популярными среди друзей и партнеров они прекрасные слушатели и умеют выслушивать и понимать разные точки зрения поэтому они могут проявлять себя вот в качестве какого-то посредника в любых переговоров они часто оказываются в роли миротворцев потому что у них вот есть талант разрешать разного рода конфликты и находить разные решения и компромиссы которые будут устраивать всех участников поэтому такие люди однозначно отличаются дипломатическими способностями от других людей и они обладают врожденным тактом обаянием дипломатии вот в сфере разрешения конфликтов и нахождение общего языка с другими людьми эти люди также очень миролюбивы они ненавидят конфликты пойдут на все на чтобы избежать этих конфликтов и у таких людей очень сильно развито чувство справедливости и их часто привлекает карьера именно в правовом поле юриспруденции правосудия по защите прав человека или вот в какой-то социальной работе и они выступают за равноправие бросают вызов дискриминации выступают за справедливое распределение ресурсов критически анализируя вот и ситуации людей до которые противоречат этим ценностям и они могут предпринять решительные действия для исправления вот этого возникшего дисбаланса и они верят в равенство часто защищают тех кто не может защитить себя сам да поскольку они тщательно рассматривают именно все стороны проблемы прежде чем вынуть вынесут свое суждение и это сильное чувство справедливости часто их привлекает к реализации себя в карьере вот где надо бороться за права человека до либо в других областях где они могут тоже бороться за какое-то равенство и вот их способность видеть разные стороны ситуации иногда может затруднить принятие решений и приводит какой-то нерешительности или вот ставя на первое место дружелюбие они иногда не решаются тоже предпринимать какие-то решительные действия особенно когда сталкиваются с конфронтацией конфликтами и какими-то очень трудными решениями что опять же может привести к промедлению и все только к той же нерешительности также такие люди обладают утонченным художественным чутьем и хорошим пониманием культурных ценностей и эстетики у них есть вот тяга к музыке к искусству литературу дизайну моде и кроме того их безупречные манеры и вот теплое гостеприимство создают атмосферу в которой другие опять же чувствуют себя непринужденно солнце в весах повышает ценность красоты и искусства элегантности у них природное чутье на красоту и зачастую уникальное и такое эклектическое чувство стиля и если говорить о каких-то личных отношениях то человек солнцем в весах жаждет баланса в своих отношениях его тянет к тем партнерам которые разделяют схожие ценности их часто привлекает красота социальный статус обаяние партнеров они также хорошо работают в команде и часто считаются именно командными игроками хотя вот в целом к этой гармонии и равновесию они стремятся именно во всех сферах своей жизни то есть они стремятся к такому сбалансированному образу жизни и это отражается в том числе на их отношениях на их работе на личных интересах и не также стараются найти вот этот баланс между всеми сферами и интересами в своей жизни но а также есть и отрицательные черты и проблемы у такого положения и вот хотя люди солнцем весах стремятся к равновесию и гармонии да но иногда может быть трудно принимать решение и занимать какую-то твердую позицию их потребность вот в мире во всем мире и избегание конфликтов иногда может привести какой-то вот нерешительности склонности угождать другим опять же за счет своих интересов и как мы с вами уже обсудили одна из ключевых проблем с которой сталкиваются люди с таким положением это все таки нерешительность и вот эта черта она вытекает именно из их потребности проанализировать все стороны ситуации взвесить все плюсы и минусы до прежде чем принять вот это решение хотя это на самом деле и положительная черта но она может привести к параличу действий особенно в ситуациях требующих быстрых решений и такие люди имеют склонность сомневаться в себе что опять же может привести их к неуверенности в себе они часто полагаются именно на какую-то внешнюю поддержку чтобы чувствовать вот уверенность в своих решениях в себе в своих силах и вот это может проявиться как профессиональной жизни так и в личной жизни что опять же может ограничивать их рост и вот потенциал к самореализации еще одной проблемой является их склонность угождать другим людям им часто трудно сказать нет они часто идут на многое чтобы избежать вот этих конфликтов сохранить мир во всем мире и в конечном итоге они могут взять на себя чрезмерные обязательства и устать от попыток выполнять свои обещания и иногда это может привести к тому что они пойдут на компромисс со своими потребностями и желаниями именно в пользу других а это может привести к выгоранию стрессу а также повлиять на их отношения и в целом общее благополучие и кроме того у таких людей есть глубокая потребность в одобрении со стороны других они могут принимать критику и негативные отзывы в свой адрес что впоследствии как бы делает их уязвимыми и они могут вступить в конфронтацию и могут занять чрезмерно оборонительную позицию что опять же для повлияет на их личные отношения но все же в большинстве случаев люди с таким положением как солнце в весах презирают избегают конфликты и вот конфронтацию любой ценой что опять же может привести к тому что они станут скажем так пассивно агрессивными или спрячут проблемы под ковер а это опять же в свою очередь может нанести ущерб и отношения и со временем привести к возникновению какой-то обиды и нерешенным проблемам также их страх перед конфликтом может заставить их избегать важных дискуссий что приводит к отсутствию общения однако эти проблемы не являются непреодолимыми да я понимаю вот свои слабые стороны такие люди все-таки могут работать над преодолением этих проблем то есть могут скажем так практиковать уверенность в себе чтобы более эффективно выражать свои потребности показывать свои границы свои эмоции и они также могут работать над развитием своих навыков в плане принятия решений чтобы преодолеть склонность вот к этому чрезмерному анализу и взвешиванию также они могут научиться самоутверждаться и принимать решения соответствующие их собственным ценностям и их собственным желанием и важно также проработать потребность в самовыражении потому что может присутствовать например страх публичных выступлений это очень частая проблема и в этой демонстрация себя в каком-то свете для них становится проблемой и вот при таких ситуациях они даже могут думать что ведут себя как выскочки поэтому друзья если вы чувствуете что вам сложно реализоваться вас не ценят вы мало зарабатываете вам сложно установить контакт с кем-либо или завести полезные знакомства да то есть идет какой-то вечный перегруз вашей жизни отсутствие энергии отсутствие мотивации все достало то у меня для вас есть отличное решение это интенсив узнай секреты своего гороскопа потому что этот интенсив раскроет вам тайны вашего персонального гороскопа и расскажет где все-таки лежит та волшебная таблетка и что вам надо делать чтобы завоевать любовь публике признание стать успешным больше зарабатывать легко заводить новые знакомства и устанавливать полезные контакты быть вот постоянно энергически заряженным и мотивированным на какие-то новые свершения и конечно же проживать свою жизнь в удовольствии вы научитесь строить свои персональные гороскопы для людей самостоятельно поэтому интенсив однозначно подходит всем от новичков до практикующих астрологов которые опять же смогут использовать эту информацию в своих консультациях для клиентов и благодаря этой информации вы можете вывести свою жизнь жизнь своих клиентов на новый уровень ссылка на интенсив будет в описании под видео и я жду вас на интенсиве ведь это очень хорошая инвестиция в свое будущее а мы идем далее давайте подробнее поговорим про девушек у которых солнце находится в весах гороскопе и девушки солнцем весах на самом деле присуще чувство грации дипломатичности гармонии она ценит отношения и стремится вот поддерживать чувство баланса и справедливости во всех сферах своей жизни она также способна видеть разные точки зрения абсолютно в любой ситуации и быть скажем так отличным посредником и вот этим миротворцем который решает любую любой вопрос в отношениях такая девушка конечно же от природы очаровашка ее привлекают партнерские отношения которые предполагают баланс стабильность и взаимное уважение она будет совмещать потребности и своего партнера и свои потребности скажем так как профессионал и она вооружена силой слова и будет говорить то что думает именно с грацией дипломатичностью и она будет настроена чтобы улавливать вот каждую ноту серенады от своего партнера и и вот эта природная дипломатия часто делает ее именно миротворцем любом конфликте спасая положение да и она не из тех кто любит разлад или дисбаланс в отношениях и вместо этого она ищет гармонию и равновесие любовь это ее поле битвы а девушка скажем так свирепый воин вооруженный луком купидона и стрелами любви и она мастер романтических жестов да и каких-то даже ошеломляющих сюрпризов и вот этими грандиозными проявлениями она сбивает с ног своего партнера в огромном мире любви такая девушка конечно же ищет якорь партнера твердого как скала и нужен кто-то кто сдержит свое слово и сможет вместе с ней выдержать разные жизненные бури испытания потому что она всегда готова вместе путешествовать по каким-то неизведанным территориям и такая девушка конечно же преуспевает в карьере которая требует дипломатии переговоров какого-то посредничества она умеет видеть все стороны ситуации и находить общий язык с любым человеком и такая девушка постоянно стремится к самосовершенствованию ее чувство честности и справедливости может привлекать опять же ее для реализации в карьере в области права управления персоналом либо какого-то консультирования и и вот это склонность к равновесию гармония опять же может привести для реализации в сфере искусства особенно той которая связана с эстетикой как дизайн интерьера там мода и так далее но какие черты характера присущи все-таки мужчинам у которых солнце находится в весах и такие мужчины конечно же обладают природной харизмой и обаянием да они привлекают абсолютно всех вокруг он ценит гармонию справедливость что опять же делает его отличным коммуникатором и посредником его дипломатический характер позволяет ему легко выходить вот из каких-то сложных ситуаций однако такой мужчина все-таки часто является любителем тишины и спокойствия он стремится вот к этому балансу во всех сферах своей жизни будь то личные отношения карьера личностный рост ему нужен покой также привлекает профессии которые позволяют ему использовать свои вот именно дипломатические способности и свое природное врожденное обаяние да то есть например какие это могут быть профессии юрист дипломат советник и когда дело доходит такого мужчины до отношений то он конечно же романтик в душе и и идеализирует в какой-то степени эти отношения и неважно это личная жизни или партнерские отношения бизнес отношения ему важно сбалансированное и гармоничное партнерство без разного рода эмоциональных качелей и он ценит вот это открытое общение в своих отношениях да и часто изо всех сил даже старается чтобы его партнер чувствовал себя услышанным и как-то оцененным по достоинству и он отличный коммуникатор и стремится понять точку зрения своего партнера да и вообще любого с кем он общается он не из тех кто любит участвовать каких-то спорах или конфликтов он ненавидит драму и вместо этого он предпочитает вести именно содержательные беседы с людьми в которых вот ищет пути какого-то компромисса находят решения которые устраивают именно обе стороны до с целью какого-то разрешения споров и недоразумений и он любит баловать своего партнера какими-то продуманными жестами ласковыми словами и он создает вот эту волшебную атмосферу для своего партнера и дорожит каждым моментом проведенным вместе с ним и мужчина однозначно с таким положением глубоко ценит красоту во всех ее проявлениях он ищет партнера который имеет схожие интересы и ценит в жизни все самое лучшее он опять же часто демонстрирует свою привязанность к партнеру одаривает своего партнера какими-то красивыми вещами или вот дарит впечатления разного рода а в плане личностного роста такой мужчина тоже всегда стремится к равновесию он постоянно стремится как-то расти и учиться и рост этот происходит через практический опыт это может быть связано с трудными разговорами например либо выходами из зоны комфорта и тогда происходит рост и таким образом можно сделать вывод что это мужчина харизматичный дипломатичный который преуспевает во всех сферах своей жизни в построении поддержания гармоничных отношениях в этих сферах и он не склонен конфликтом то есть даже любой неожиданно вспыхнувший конфликт между вот даже какими-то другими людьми он тоже может угомонить на раз-два и все сейчас мы с вами переходим к теме отношений да если солнце в весах затрагивает седьмой дом или управителя седьмого дома то мы можем сказать что такие люди всегда придают большое значение своим отношениям и стремятся создать гармоничные отношения в своей семье это прирожденные дипломаты которые всегда идут на компромисс и вот есть у них взаимопонимание в паре и их способность видеть несколько . точек зрения позволяет им разрешать вот любые конфликты именно с изяществом и каким-то тактом и отношения таких людей славятся именно своими исключительными коммуникативными навыками они не боятся выражать свои мысли и чувства да и поощряют в этом своих партнеров если они делают то же самое и такая открытая линия вот общения она способствует укреплению взаимоотношений в паре и люди солнцем весах ценят партнерство и сотрудничество и часто они ставят потребности своего партнера выше своих собственных чтобы сохранить вот этот баланс и гармонию в отношениях они опять же ищут партнеров которые смогут поддержать их скажем так и такую спокойную натуру потому что они знают что жизни слишком коротка для американских горок особенно в отношениях и они готовы балансировать в этих отношениях да скажем так как артист цирка на канате то есть это такие настоящие дипломаты любви и они ищут себе партнеров которые опять же могут присоединиться к ним в их стремление к справедливости и гармонии и они по сути как судьи в отношениях которые вооружены определенным обаянием и навыками ведения переговоров и готовы разрешать любые конфликты и наиболее подходящие знаки зодиака для людей у которых солнце находится весах это конечно же представители воздушной стихии близнецы и водолей с близнецами это будет бесконечная ментальная танго до вращающиеся в разговорах и идеях водолей же приносит космическую симфонию скажем так общего интеллектуального любопытства и вот какой-то страсти к социальной справедливости и вот вместе они создают вот этот любовный треугольник интеллекта а вот если взять например какой-то огненную стихию то лев и стрелец конечно же зажигают романтику привносят жару в личную жизнь то есть лев добавляет нотку голливудского гламура скажем так сбивая весов с ног своей страстью драматизмом стрелец приносит приключения и готов исследовать мир рука об руку скажем так поддерживая эти отношения также такие люди могут найти искру в отношениях со своими собратьями с весами или огненным овном да по типу противоположности притягиваются хотя иногда такие отношения сложны но они открывают возможности для роста и обучения потому что с весами это удвоенные задачи поиска гармонии принятия решения в то время как с овном будет пламенное столкновение вот этих противоположностей которая может разжечь страсть и преподать ценные уроки но давайте мы дальше с вами поговорим про карьеру для людей у которых солнце находится в весах и такие люди стремятся строить свою карьеру на принципах справедливости гармонии они стараются смотреть на вещи под разными углами с 10000 разных сторон и они часто оказываются в местах и на тех должностях где эстетика и отношения являются все таки ключевыми потому что важно чтобы окружение отражало их внутренние ценности и они также стремятся найти баланс равновесия именно выборе своей профессии их привлекают такие профессии как посредничество переговоры адвокатура так как они являются мастерами дипломатии коммуникации они также могут себя реализовать в карьере которая позволяет им блистать в обществе и блистать в обществе это по сути для них как точка роста это вызов и когда они выйдут из зоны своего комфорта то они поистине могут достигнуть очень больших и впечатляющих результатов и будучи вот этими мастерами очарования такие люди все-таки обладают природным даром строить полезные связи и отношения и они являются душой компании даже профессиональной деятельности и особенно в сфере обслуживания клиентов продажах или в сфере человеческих ресурсов и благодаря своему обаянию в работе с людьми они все-таки могут продать лед эскимосу либо песок в пустыне и организовать вечеринку перед которой не сможет устоять даже самый сварливый гость и они действительно преуспевают в карьере по связям с общественностью в маркетинге либо планирование мероприятий и можно даже обнаружить что такие люди занимаются правом или политикой где проявляется их сила убеждения и когда дело доходит до финансов они все-таки умелые переговорщики выжимающие каждую копейку без ущерба для качества и у людей солнцем весах сильно развито чувство честности и справедливости они опять же тяготят профессиям где могут оказать положительное влияние на общество в целом это социальная работа либо какая-то некоммерческая деятельность и активизм до которые подогревают их желание изменить мир к лучшему и они также могут найти свое призвание в образовании где они могут способствовать росту знанием других людей и у таких людей есть любовь и ненависть к принятию решений они могут подбросить монетку например чтобы принять какое-то решение но через минуту они передумают однако вот их суперсила заключается в том чтобы видеть вот именно множество точек вот этих зрений и находить компромиссы если они обратятся за советом к специалисту по финансовому планированию либо наставнику то это может помочь им сориентироваться в принятии каких-то конкретных решений и финансовом отношении они предпочитают все-таки стабильные варианты поэтому они никогда не ставят свои кровные заработанные деньги на какие-то рискованные операции инвестиции то есть они скорее всего перестрахуются чем займутся каким-то финансовым танго и если говорить об инвестициях то чаще всего такие люди все-таки предпочитают вкладывать свои денежки путешествия в развлечения в какие-то культурные мероприятия а скажем так не набивать свои шкафы разного рода вещами но давайте перейдем все-таки к теме детей и обсудим как проявляют себя детки если у них солнце находится в весах гороскопе и такие дети с детства обладают обаянием харизмой красотой при этом родителям необходимо все-таки быть бдительными чтобы у их детей не развивалась излишняя лень и желание отложить сегодняшние дела на завтра и в этом случае меры надо принимать заранее всякий раз когда в доме возникает какое-то напряжение ребенок попытается стать вот этим миротворцем изгладить ситуацию да то есть как-то успокоиться например и пожалеть родителей либо пожалеть там братьев и сестер потому что он хочет чтобы все ладили поскольку споры семье его однозначно расстраивают если он живет в шумной экспрессивной семье то этому малышу конечно придется научиться быть услышанным что может оказаться очень трудным для такого ребенка в общем гармония это главная забота детей солнцем весах и они сделают все возможное чтобы найти эту гармонию и внедрить свою семью и также они могут проявлять нежность к родителям и братьям сестрам своим друзьям эти детки милые и от природы вежливые но их стремление опять же угодить всем может вызывать проблемы и такой ребенок скорее всего будет именно нерешительным поскольку он будет беспокоиться что любое принятое им решение может в конечном итоге обидеть кого-то или обидеть ну задеть его чувства или что родители поругаются и как-то покритикуют его за неправильно принятое решение и таким детям также трудно уверенно высказывать свое мнение а это означает что они могут позволить своим друзьям переступить через себя до пытаясь именно сделать всех счастливыми другой стороны их отличные социальные навыки и сильное чувство справедливости все-таки делают их очень хорошими друзьями и у них также хорошо развито чувство баланса в жизни и вот утонченный вкус даже в молодом возрасте и они прирожденные переговорщики успешно объединяют людей вокруг себя находят компромиссы помогая другим как-то сотрудничать друг с другом а не спорить и такой ребенок может быть полон именно творческих идей поэтому ему может нравиться выражать свою творческую сторону посредством на каких-то там поделок письма рассказов да и кроме того такие детки все-таки ценят красоту поэтому и может быть особенно интересно играть там например переодевания в какие-то сложные костюмы или наслаждаться прогулками то есть например там похода в магазин или в какой-то музей и они придают большое значение именно уходу за собой своему внешнему виду особенно вот девочек с таким положением солнца в весах с юных лет могут заинтересовать какие-то платья материалы для макияжа и парфюмерия и эти дети конечно же всегда нуждаются в любви и внимании в ласке и родителям нужно будет таким деткам все-таки мягко пояснять что случайные разногласия все-таки это естественная и неизбежная часть жизни каждого человека и таким детям нужно помочь обрести уверенность в себе и понять что быть самоуверенным и напористым это не то же самое что быть каким-то оскорбительным по отношению к другим и родители также должны стараться поощрять ребенка в принятии каких-то собственных решений в этой уверенности но давайте обсудим как себя ведут все-таки родители с таким положением когда солнце находится в весах в пироскопе и таких родителей однозначно можно считать лучшими родителями среди всех остальных знаков они добрые и заботливые и не отличаются тиранией да и вот с помощью дружелюбия и понимания они могут без видимых усилий все-таки слепить со своего ребенка прекрасного человека и такие люди всегда руководствуются принципами именно честного отношения и справедливости и взрослые люди могут примерить детей научить их взаимному уважению умение беспрекословно подчиняться взрослым но когда им не удается навести все-таки дисциплину они могут прибегнуть к подкупу ребенка например если ребенок устраивает сцена в магазине потому что хочет какую-то игрушку родитель у которого солнце в весах готов купить ему просто чтобы сохранить вот этот мир и гармонию в отношениях и фактически подавшись такому давлению родители стая становится постоянно жертвой манипуляции и шантажа со стороны своих детей вот почему родителям солнцем в весах необходимо все-таки твердо стоять на своих принципах когда это необходимо и что касается образования своих детей то они стараются выбирать самое лучшее испытывают гордость за успехи своих деток и можно сказать что это уникальная способность таких родителей именно понимать характер действий своих детей распознавать их желания и открывается для них какие-то творческие возможности мама и папа способны дать именно правильную оценку происходящему и уравнять недостающие то есть помочь выбрать какую-то хорошую перспективу и такие родители всегда с уважением относятся именно к своим детям они не любят ссор они предпочитают уговаривать доказывать свою правоту и требуют адекватного ответа от других людей и их авторитет в семье он непререкаем и не с позиции силы а именно с позиции почтения и доверия и дети знают что в любом случае они могут рассчитывать на родительскую помощь на совет на какие-то наставления и такие родители как правило не заводят много детей то есть они предпочитают воспитывать одного-двух да и вот иногда нерешительность таких родителей все-таки может привести к проблемам например излюбленные фразы и серии подожди пока отец или мать вернется с работой да и тогда мы как бы решим что делать дальше то есть тут идет вот постоянное уклонение от какой-то ответственности за принятие решений что опять же может приводить детей иногда в ярость и напоследок давайте мы с вами еще поговорим про тему здоровья и наибольшую опасность для здоровья людям у которых солнце находятся в весах в гороскопе представляет их пристрастие к чему-либо если они переусердствуют со сладостями например это принесет им проблемы с желудком ожирением прыщи избыток алкоголя опять же приведет к заболевании почек и мочевого пузыря также часто возникают у них сильные головные боли или мигрени еще грудь у них является слабым местом и проблемы с ногами но они встречаются реже и еще частое явление для таких людей это язва как результат их образа жизни и несварение желудка легкая музыка хорошая книга приятные слова поддержки помогут им расслабиться и восстановить силы после болезни и таким людям нравится идея скажем так уйти на пенсию ничего не делать но им следует быть все таки осторожными и если их жизнь не будет наполняться какими-то новыми занятиями они заметят что довольно быстро начинают стареть и для солнца весах все таки травматично когда им приходится переезжать из одного дома в другой то есть сбор упаковка перемещение распаковка расстановка вещей могут отнять у них вот именно всю энергию однако такие люди нуждаются все таки каких-то ритм и ритмичных музыкальных упражнениях до которые они будут выполнять регулярно правило они питают большую слабость к острой пищи и и к выдержанному вину и многим из них также трудно отказаться от сладостей поэтому им следует очень внимательно относиться к своему питанию и своей фигуры а вот застойный образ жизни и обильная еда могут привести естественно к увеличению веса и прочим проблемам связанным со здоровьем поэтому друзья таким был разбор солнца в знаке весов а если вы хотите найти свою волшебную таблетку которая поможет вам достичь успеха популярности увеличить заработок найти секрет вечной мотивации энергии приходите ко мне на интенсив узнать секрет своего гороскопа где вы получите конкретный список действий по своему персональному гороскопу для успешного усиления важных сфер своей жизни вся информация по ссылке в описании под видео и вот здесь на самом видео а с вами была саша ващилка и до новых встреч